всем привет сегодня понедельник вышла на улицу там убиралась немного на кухне света заходила кофейка попить кофейку на стрижку ходила я записываю записываю цвета у светы была как-то дома она сделала ремонт кухни своими руками покрасила там так красиво получилось но эти видео у меня где-то пропали очень надо будет сходить показать как как вот старый гарнитур можно покрасить краской как и как это красиво выглядит сейчас еще хочу рассказать совсем другие новости у меня короче умирала морская свинка то которой мы делали операцию ничего такого не предвещала вчера и работала матвей звонит свинке плохо что-то она надулась в общем подумали мы что я ее накормила травой хотя мы ну всю всю жизнь кормили их травой я подумала что может быть влажной травой он мне кричит мама срочно к ветеринару я пока позвонила и на четверг только запись он говорит как это может быть как это такое может происходить в общем говорю давай будем сами влечить мы раз мы подумали что она ну сдулась может быть от еды в общем решили дать испу мизан потом там еще мотилиум я приносила пришла с работы прибежала днем там хотя газоотводную трубочку ставила пипетку брала в общем ну ничего не получилось что свинка пока я уже была на работе свинка умерла может она просто умерла уже время пришло 6 лет прожила прожили вот теперь этот братик один сидит в клетке и вообще это животные не могут жить в одиночке они тоскуют и надо куда-то и пристроить его долго и так сегодня ну короче хотела сходить в школу третьей школе там есть клуб ю ну или юный натуралист что-то такое там где мы покупали этих маленьких морских свинок может быть может быть ее бы забрали обратно с клеткой с едой я же сено нам приготовила просто она ну что она одна матри мама как так жизнь устроена не хочу опять видеть что свинки эти умирают но у нас этих уже но свинка же не может сто лет жить мы же когда ее брали брали маленьких это уже у нас перед этим нам здесь земляки тоже отдали с клеткой свинку морскую но она наверно тоже была старая и долго не прожила и вот они рыдали вот они рыдали я им пообещала что мы купим и в общем нашла а между прочим стала ну как бы заинтересовалась где этих свинок взять и нету такого вот у нас были знаете на рынок пойдешь и там эти рыбки свинки хомячки все там продавалось а потом я узнала что есть вот здесь такая клуб этот при школе юности ли что я не помню и вот свинок этих купили маленьких вообще свинки рождаются они уже пушистыми рождаются и у нас же тоже дома были свинки морские тоже они рождались маленькие мы их там продавали раздавали даже когда выезжали на украину тоже свинок этих морских с собой перевозили там раздавали и попугая вот такая история один денек выходная завтра опять на работу наверно один день очень в общем не знаю куда податься с этого просила хрена принести поэтому мой моя путь дорога все равно на огород может чуть позже сейчас еще сейчас еще не хочется найти уже с клубнику вроде как в основном привела в порядок теперь ее что теперь уже можно перекапывать вообще нужно сидираты уже можно сеять такие дела все прошлое оладушек из кабачков сегодня я жарила а вот наш питомец остался один одинешенек нет больше группа теперь куда-то его нужно определить грядуйся грядуйся ты пришла какая-то пятнистая да что это тебе шерсть пятнышком комары может кусали может аллергия чё-то у меня такое да она без телефона не так там так вот такая у нас история нет больше нашей сынки муха летает ох и муха и я сумасшедшая женщина я дело платье и пошла за мясо для шашлыка опять никто не идет со мной но я хочу прям очень-очень ничего сейчас поеду на огород нажарю шашлыка и наемся остатки конечно привезут остатки роскоши а может быть пока я похожу в этом с ними проведет беседу кто-то пойдет со мной всем привет не знаю видно меня или нет я сегодня в городом одиночестве хотя катерина на своем участке я решила сама сегодня пожарить шашлык просто хочу пока он будет жариться может что-то поделаю угли какие-то огромные головешки прошлый раз какой-то другой конечно уголь был очень хороший вот это розжиг за без парк на парафине половину прошлый раз использовала спички в прошлый раз с одной спички зажгло все посмотрим опять пошла тем же путем купила крылышки ну и свинину может быть я конечно не знаю каждый раз будет такой шашлык в этот раз тоже такой же получится сочный вкусно не знаю просто может от мяса еще зависит воды налить ладно руки мы крылышки слюна течет по 20 по 200 50 рублей или что восемь штук сейчас у кати сидела ой как начали как начали разных там блюдах вспомнила о кабачках которые можно по-корейски о вкусно да сырые кабачки и хлеб не взяла не знаю чё пахнет уже или маринад пахнет или 100 или старая мангал пахнет старым так повернулась немного видео телефон немного падает новенький телефон ой такие вот большие куски большими наверно не надо не брала дощечку никакую не хочу таскать все с собой а в прошлом году я зажарила шашлык я помните смотри мы жарили а я короной болела ничего не слышала на как налила туда ухо немного подгорела и сыроватая вот это все делается пять минут оказывается ну как забыла дома соль чтобы посыпать сюда чтобы огонь не разгорался надо поменять местами это смотрите эти как отличается огурец какой колючий это называется детки на ветке вот эти скорее всего можно закрывать ну не знаю сколько их там будет буду ли я о я забыла вспомнила что-то мне просила накопать хрена как тут дела как тут у меня видите быстро очень подгорает она принесла из дома нормальную лейку которую я покупала для клумба пахнет как шашлык мой масло а тут забыла еще посадить там может еще один кустик поместиться тут сегодня просто понедельник не поливной день можно конечно один кусочек снять так а что тут уже можно жарить уже тут все в принципе пожарилась вот я разломалась все нормально прикрываем ну чё угостила соседей теперь положила себе кусочек в общем горячая и вкусная нет я в пионере покупала спрашивала сама замачивала пробовать тоже сегодня без пива самое главное какой вывод никогда не отчаивайся хочешь чего-то добивайся хотела муж спрашивает ты так очень хочешь шашлыка я промолчала я сейчас на надеялась что я принесу домой мясо я говорила что пойду за мясом что все-таки кто-то захочет пойти со мной и потом бы у вас там ходить и говорить мама наверно наша совсем на нас обиделась ну чё пойдемте на тот участок все таки была у меня мечта срезать цветную капусту так что пойдемте срежем ее ой щавель у меня тут вырос может щавлю еще сорвать картошка уже видите вся пожелтела повяла я ее тут поливала она повяла георгина моя расцвела маленькая а то там заведется какая-нибудь плесень или что-нибудь еще нож тупой ой упала ну вот дыни поливаем мне кажется это бесполезно ну раз они уже тут сидят их же надо полить правильно сломать надо листья может от этого не хочет завязываться капусты надо провести эксперимент ну вот это надо нафига она вообще тут растет не знаете сня толку ой никакого не будет сколько места занимает вот кабачки как услышали меня не хотят расти по одному вот как не так как надо лишние не растут знаете что хотела сказать наверное будет очень ранняя зима почему все такое желтое как хотел сказать как в августе как в сентябре Катерина моя издалека где же она вон она тащит урожай ну не говори пешком наверное придется идти цинка тяжелая ну да смотри что не вышла уже порвала все ну да такие у нас эти заборы ну дорожки узкие там какие-то хорошие этот я пошли ну если порвется порвется верхние иди с него целая будет все так уже темно а ко мне пришел дружочек он наверное кушать хочет или пахнет ему а он тут часто бегает вокруг меня на 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 он такая красивая собака надо положить ему косточки там не столько косточки а вот там еще мясо вот все есть иди кушай убежал так а я вот еще получше даже повыгребла вот еще одну грядочку эти конечно уже вот когда не жалко не жадничаешь вот прям редки видно очень хорошо тут в принципе я уже сделала тоже похоже но уже темно наверное следующий раз не взяла пакеты можно было помидоры собрать ну не буду вот этим вот подсыпала вот помешала ему теперь он поближе все поближе поближе ко мне прибежал пакет этот утащил еще не дай бог съел его но молодой красивая собака красивая очень правда может она где-то здесь живет рядом у людей на дачах потому что такая ну как ухоженная правда теперь ты слышишь что то здесь шашлык до пришла пришел кто ты устой сама боюсь так осталось сложить хрен вот это здесь шашлык вова просил мешков привести обещает мне бордюры притащить завтра сюда сейчас посмотрю как ни разу пакет ни один лишний не взяла короче очень темно на улице очень ну как что-то камера не хочет снимать меня прям ярко как что-то нажала чтобы было видно кино кино камера какая-то в общем иду домой не хватило времени мне там посидеть и рассказать ой что я думаю по всему этому поводу я по поводу видео и того что я выкладываю рассказываю во первых мне нечего больше рассказывать кроме того что чем я живу и чем чем занимаюсь во вторых вообще это делается не для хайпа те которые ищут какую-то жесть трэш в общем чернуху я не хочу так снимать но я и не хочу найти приупрошать что-то выдумывать показывать видео которые вот мы всей семьей пошли жарим шашлык если они не идут я конечно бы могла там устроить скандал может быть как бы упрашивать еще что-то там но это вы знаете как вы выглядела я бы так часто бывало даже бывало так вот ругаемся ругаемся никто не идет потом пришли потом все не так еще что-то не так и не так стала не так села не так легла не так сказала не тот момент взяла камеру мы мы в общем послали друг друга и потом я все равно быстренько хватает у камеру улавливаю момент когда все счастливы и довольны делаю улыбку и хоть как бы у нас хорошо все вот поэтому нужно перейти не перешагнуть поэтому я ничего не скрываю особо ничего не приукрашаю нет наоборот я что надо не рассказываю что не надо не рассказываю что могу сказать то я рассказываю вот и по поводу сегодняшнего похода жарить шашлык я хочу этот шашлык жарить сюда пойти жарить шашлык я хочу это снимать но почему-то я не почему-то я понимаю что как это выглядит мужики лежат там сидят дома и не идут выглядит это вообще конечно странно не нормально но у меня какой выбор у меня выбор опять же обидится расстроиться надуться там какая я несчастная как мне жизни не повезло в общем страдать и мучиться я решила что боже мой что мне же это не сложно если бы не было это сложно делать я бы это не делала невозможно заставить делать человека то что он не хочет все я пошла пожарила этот шашлык получила удовольствие там пообщалась там сказать я что-то перекинулась пару слоев сделала полезное дело то что мне нужно было с этой клубникой и иду домой счастливая все сейчас позвоню в дверь не откроют сумки заберут велосипед заберут все я еще поем а я с моего кусочка съела без хлеба у меня же прямо плохо стало я быстро помыла гурец быстро огурцом покусила и все потрудилась на славу налила себе тапочек воды иду мокрая шлепаю и хотела на эту тему вспомнить своего покупателя мужчина что-то покупал у меня и жена послала в общем что-то недорогое мне нужно его как бы дополнительную покупку предложить я говорю мужчина возьмите оскорбинку порадовать там себя а он говорит мне приказа такого не было я глянула же и не но вы же можете самостоятельно принять решение да нет зачем мне подсказала жена я пошел купить то что она сказала это ее епархия мы живем уже 30 лет вместе я не лезу в ее дела она не лезет мои дела и мы живем очень хорошо и дружно ну и хорошо как бы да мы поулыбались и вы друг друга поняли я не стала там заказывать ему что он не прав там или хорошо люди живут и слава богу я говорю отлично я говорю схемах у вас а там стояла пока еще одна покупательница такая пожилая и как бы встревала в этот разговор сзади и она говорила о какой страшный мужчина ваша жена должна с вами развестись вы очень плохой или злой как с вами она живет мы на него с мужчиной с этим посмотрели и женщина да мужчина наоборот говорит что все прекрасно ну чего вы лезете он начал ей что-то отвечать и она ему да в общем ситуация была конечно некрасивая как чему некрасивая со стороны этой женщины вообще лезть вообще такое такое вообще на человека говорить он вообще как бы о жене так положительно говорил вот так что у каждого свой мир своя жизнь свои тараканы каждый невозможно влезть чужую семью подсказать рассказать главное нужно ну как бы нельзя себя мучить мучить внутри страдать вот я иду довольна счастлива никто не мешает мне я иду с вами общаюсь а еще хотела там про собачку прибегала собачка ее кормила да общаюсь со своей тетей осталась там на донбассе она живет мы как-то мы такие темы не поднимали не не было ли у нас не так часто мы общались а это у нее появился телефон ну и она говорит одна радость мне в жизни это мои кошки до собаки кормлю вот это животных а это говорит работаю последний день наверно буду реже уже кормить она говорит у меня 32 собачки и 22 кошки питомцы ну не у нее у нее одна кошка живет а такие на улице бродячие щенки коты и я узнаете человек сублимирует свою не растраченную она вот они меня любят и она и жалеет у меня нет вот если честно так сказать я умом понимаю и умом мне жалко а вот в душе я такого нету ни страданий мучений что ой ой бедные бедные но я понимаю что все люди разные она прям до слез и жалко она говорит они бедные веки в короткие все их стреляют бьют убивают они там мерзнут голодают вот живет на восьмом этаже лиф не работает воды нет технической этого подвале какую-то кашу сварят и что-то еще может не знаю в общем говорю ладно если чё кинуть лич говорю если что-то слишком вам сложно там будет не столько собак сколько ее уже жалко хотите так и думайте она же когда там какие-то волонтеры вроде бы поддерживаем отношения вот такие дела ладно все отключаюсь а то я тут привлекаю внимание машины ездят